Кремль продолжает пополнять ряды российской армии не только мобилизованными гражданами Федерации, но и контрактниками-заключенными. В этот раз Министерство обороны обратило внимание на женщин. Вербовать приходили в женскую исправительную колонию номер 3 города Кинешма Ивановской области. У кого есть медицинское образование, вербовали в медперсонал. Остальных в штурмовые подразделения. Адвокат одной из заключенных цитирует издание «Важной истории». По словам родственников, многие соглашались в надежде, что смогут скорее попасть домой, еще и денег заработать. Ведь Министерство обороны обещало помилование по истечении полугода контракта. Многие женщины пытались завербоваться с помощью своих адвокатов и донимали родственников просьбами помочь им получить военный контракт. Это те, кому совсем невыносимо там, либо те, кто знает, что все равно не выйдет по УДО. Мать одной из заключенных цитирует издание «Важные истории». Ищут чаще всего медиков и снайперов, рассказывает бывшая заключенная из Пермского края. Активная вербовка женщин связана с планами Путина набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2024 году из-за огромных потерь в Украине, сообщает разведка Великобритании. Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до миллиона 320 тысяч в этом году и до полутора миллионов в дальнейшем. Из сообщения Министерства обороны Великобритании в социальной сети X. Сколько уже удалось завербовать женщин, неизвестно. По официальной статистике, на начало декабря 2023 года в местах лишения свободы в России находились около 45 тысяч женщин. Некоторые эксперты уверены, путинской армии сегодня нужны штурмовики. Как раз для этого и вербуют женщин. Похоже, что это штурмовики. Потому что это единственное дело, которое можно делать вместе 150 женщин разных возрастов, телосложений, дарований, зрений и так далее. Я могу себе представить, вернее даже не могу себе представить, но ужас украинского солдата, когда его в атаку идут женщины. Напомним, о вербовке женщин в России на войну против Украины стало известно еще в конце ноября 2023 года. Тогда о наборе объявил батальон «Эспаньола», который входит в состав подконтрольной Минобороны ЧВК «Редут». А в марте 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в войне участвуют 1100 женщин-военнослужащих, среди них и бывшие заключенные. От 20 до 50 женщин согласились присоединиться к войне против Украины, однако пока никого из них из колонии не забрали. Одна из женщин решила стать снайпершей, но, ожидая примерно три месяца, отказалась. Она думала, что быстро увезут, а теперь ей уже остается отбывать наказание менее года. Пишет издание «Важные истории». Но даже те, кто завербовался по собственному желанию, поняли – в Кремле снова лгут. Условия, на которых женщин-заключенных звали осенью прошлого года на войну против Украины, изменились. Вместо помилования полагается условное освобождение, а полугодовой контракт стал бессрочным. Юлия Грановская для телеканала «Фридом».